Добрый день! Второй прогноз для скорпионов на февраль 2024 года. Что ожидает скорпион в феврале 2024 года? Атмосфера месяца, ваше настроение, работа, финансы, личная жизнь, состояние ваше, окружение, события и люди. От Оракула вернулся. Хотела перевернуть, но остановилась карта. Почему-то сильно хотела нам показаться. Обратим на это внимание, если вспомним в конце видео, посмотрим, что в этом его значить. Давайте смотреть основной фон месяца. Ой, даже вздохнула прям вот. Туз кубков — это вот именно состояние прямо как хорошо, ах, как хорошо. Да, вот в любой сфере, ах, как хорошо. Радость, чувство гармонии, чувство удовольствия, приподнятое настроение. Это туз, это начало, это ожидание каких-то приятных перемен. Причем это не беспочвенность. Скорее всего, вы в этом вот уверены. Вы ожидаете приятных событий. Может, кто-то ждет чудо. Ну, вот приподнятое состояние духа, прямо состояние ах. Так, давайте смотреть работу. Карта шута. Прежде всего, это карта тех людей, кто ищет новую работу и устраивается в нее. Это ах, как хорошо, наконец, я нашел новую работу. Ах, как хорошо, что я здесь работаю. Мне здесь очень нравится. Ах, как хорошо, что я здесь давно работаю, потому что мне моя работа нравится. Я занимаюсь своим делом. Что еще может быть? Ах, как хорошо, что я открыл новое дело, потому что я об этом всю жизнь мечтала. Вот, я думаю, вы сами понимаете. Здесь вот все в таком ключе. Мне все интересно. Я хочу продвигаться. Я хочу все изучать. Я полон идей, полон сил, полон надежд на успех. И уверен в этом. Вот здесь такое воодушевление нам будет везде. Здесь вот нам этот туз кубков с голубем дает воодушевление и вдохновение для всего, для всех сфер. Давайте теперь смотреть финансы. Семерка кубков. Здесь может быть несколько источников дохода, но небольших. То есть могут быть поступления из разных источников. Плюс здесь могут быть мечты что-то купить. Вряд ли это приобретение, но это может быть проработка в голове. Ах, как хочется этого, этого, этого. И все семь штук. И дайте побольше. Но, скорее всего, это пока вот на стадии выбора. Все-таки вы будете выбирать, что вам больше нужно, что вам больше ценно. Вот это пока мечты. Вот я теперь устроился на новую работу. Вот я заработаю много денег, куплю машину, дом, дачу и все 33 удовольствия. Здесь вот такое, это воодушевление. Личная жизнь. Давайте смотреть. Императрица. Ну, здесь очень много трактовок. В любом случае здесь успех в любви. Особенно для семейных. Я даже не знаю, что тут можно рассказывать. Я думаю, уже кто смотрит расклады, выучили сами все значения карт. Просто смотря прогнозы и прочие гадания, разные интерпретации. Я думаю, уже все знают, что императрица – это карта семейная, карта, ну, я считаю, все-таки в большей степени женская. Это женское счастье. Вот здесь вот по тузу кубков, особенно, да, над головой он у нас лег. Это наслаждение своей семьей, браком, партнерством. Кто-то, может быть, кстати, получит предложение выйти замуж. Предложение руки и сердца для мужчины. Это полное погружение в любовь, это растворение. Растворился вот просто в своей партнерше, вот просто влюбился. Вот она мой идеал. Это вот такое. Для тех, кто не в паре, для мужчин – это встреча с такой женщиной, с женщиной мечты. И вот о ней я всегда мечтал. Для женщины, которая ищет пару, это наслаждение вниманием. Это купаться в лучах внимания мужскому противоположному полу. То есть вы идете по улице, неважно, едете в троллейбусе, вы находитесь где-то на работе, в ресторане. Вы чувствуете везде себя королевой. Вы чувствуете, что притягиваете к себе взгляды. Ну, кстати, может быть, не только мужчины. Иногда, знаете, когда женщины на вас смотрят с восхищением, это... Я думаю, вы понимаете меня правильно, о чем я говорю. Иногда это даже приятнее, потому что обычно красивые женщины, другие женщины не восхищаются, они ей завидуют. А здесь именно вот, может быть, вплоть до того, что даже другие женщины вами могут восхищаться. Ну, кстати говоря, если вы мужчина, тоже женщины могут вами восхищаться. Полный восторг, полное восхищение. Все... Вот любовь к вам тянется, прям тянется. Притягиваете вы к себе состояние ваше. Так, шестерка Пентакли. Карта помощи. Ну, смотрите. Обычно эту карту трактуют как помогут вам. Ну, чаще всего, как правило. Но здесь у вас такое воодушевление, такой ресурс, что мне кажется, что вы хотите поделиться своей энергией, своим хорошим настроением с другими. Может быть, вы это будете делать неосознанно. То есть от вас просто исходит такая энергетика, такая благополучие, роскоши, опять же, какой-то, да? Это, что, ну, просто человек любой другой, проходя мимо вас, он может от вас вот этой энергетикой заряжаться. То есть это такая вот помощь, знаете, аура такая вот задевает просто всех, как бы освещает. Вот в этом плане помощь. Ну, я уже не говорю о том, что здоровье хорошее и просто ваше состояние, эмоциональное настроение, состояние прекрасное. Поэтому здесь вот как бы даже карта говорит о том, что настолько у вас вот много энергии и сил, что вы, желая или не желая, неосознанно, да, можете делиться вот этой энергией вашим настроением, состоянием с другими людьми. Наверное, люди всегда чувствуют, когда вот человек довольный, счастливый, открытый, и к нему хочется тянуться. Правда же? Прямо аж сама заряжаюсь от вашего расклада, за что вам спасибо. Давайте смотреть, что вас окружает Паш Пентакли. Подарки, кстати говоря, вы можете делать, вам могут делать подарки еще вот такой королеве или такому шикарному мужчине не как-то не проявить себя. Ну, мужчины, мужчинам, женщины тоже делают подарки, почему бы нет. Но это вот, это все-таки Пентакли вы и масти. Если бы был, например, кубковый Паш, это, можно сказать, комплименты. А здесь уже подарки, здесь, да, одними пустыми комплиментами ты не обойдешься. Здесь еще что-то принести с собой надо. Так, что еще? Я, знаете, даже не буду, наверное, дополнительных карт выкладывать. И так, здесь все хорошо и прекрасно. Это новое начало. Все-таки здесь туз у нас ложится. Здесь у нас король, король, король и шут. Карта Аркан Шута. Опять новый старт, новое начало. И вот такое ощущение, что вы именно на пороге нового периода какого-то вашей жизни. И полны надежд, полны вдохновения. Я уже повторяюсь, да, наверное. Давайте смотреть ту карту, которая так рвалась к нам в руки. Лилии. Прекрасная карта. Это благородство, чистота помыслов, искренность. Я думаю, что это в плане ваших помыслов, действительно, вашего настроя на что-то светлое, на какую-то новую, хорошую полосу в вашей жизни. Тоже дополнительных карт здесь открывать не буду, потому что, несмотря на то, что колода темная, черная, от нее вот веет каким-то вот светом в данном раскладе. Новый старт, много энергии и много светлого. Вот именно, действительно. Знаете, как будто посетила муза, и вы уверены в себе на 100%, и вы знаете, что все у вас будет хорошо. Расклад прекрасный, по-моему, пока самый лучший из всех, каких я делала на этот момент. Ну, и я вам желаю, чтобы так и было. Здесь даже нет тех карт, которые бы надо чем-то прикрыть. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии обязательно. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. На этой платформе или других ссылки есть в описании видео. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.